МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» с основными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Хмельные перспективы. В Цивильске открылась новая линия по переработке хмеля. И снова в топе. Вурнажская средняя школа. Одна из лучших в стране. Что нам стоит дом построить? В 2017 году жителей разрушенного дома по улице Петрова ждет новоселье. Сегодня в Чебоксарах прошло совещание по вопросу развития хмелеводства в России. В республику приехали руководители департаментов Министерства сельского хозяйства страны. В России делается серьезный упор на хмель собственного производства. Сейчас российские пивоваренные заводы используют только 2% отечественного хмеля. Все остальное завозится из-за рубежа. Правительством страны ставится задача полностью заменить импортное сырье. Для этого увеличиваются посевные площади. В Чувашии площадь посева должна составить 1000 гектаров. Особенность роста хмеля такова, что плодоносить растения начинает на третий год. А строительство хмеля шпалер довольно затратное дело. На будущий год Министерство сельского хозяйства России планирует увеличить субсидии на закладку, строительство и дальнейшее содержание плантации хмеля. Кроме того, директор департамента растеневодства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Чекмарев предложил пивоваренным заводам брать земли в аренду, чтобы выращивать хмель и тем самым снизить расходы на покупку сырья. Сегодня же в Цивильске открыли новый производственный комплекс по переработке хмеля. На современной линии будут выпускать более качественную продукцию для пивоваренных заводов страны. Подробности в следующем материале. Торжественный момент. Запустить новый комплекс строй доверяют почетным гостям. Необходимость модернизации этого цеха назрела давно. Если раньше здесь перерабатывали 150 тонн хмеля в год, то запуском новой установки мощности завода будут увеличены в два раза. Эта линия позволяет уже на уровне мировых стандартов производить гранулы хмеля. Здесь все автоматизировано. Соблюдаются технологические режимы, температурные режимы. Современный комплекс закупали за рубежом. Его установка и испытания продолжались почти год. Новое оборудование прошло все необходимые испытания. В отличие от гранул хмеля, которые производились на старой линии, эти более прочные на ощупь и не рассыпаются даже подавлением пальцев. Специалисты говорят, что они содержат намного больше полезных веществ. На этой линии за многие процессы отвечает автоматика. Шишки хмеля осушают, перемалывают, прессуют и упаковывают в специальный материал. Спрос на такой продукт огромен. Большинству пивоваренных заводов России такие гранулы приходится закупать за пределами страны. Вырастить хмель, наверное, это одна задача. А на самом деле сделать продукт, это совершенно другая задача. Если вот это предприятие, оно в некотором роде прорывное для российских производителей. Я надеюсь, что сегодня коллеги пивовары, вот они, кстати, в сторонке стоят, уже общаются, посмотрят на все это, оценят вот этот продукт. Они могут посмотреть весь цикл. И я думаю, что объем потребления хмеля будет в стране расти. Объем потребления будет расти, и, как отмечают специалисты, стремительно. В ближайшие годы доля российского хмеля на рынке должна увеличиться в два раза. Многие с болью воспринимали, что с 90-х годов все-таки отрасль находилась в глубочайшем кризисе. Не было спроса на продукцию. А потихоньку за последние годы восстанавливается и спрос качества продукции. Запуск линий сегодня говорит о том, что мы соответствуем всем стандартам производства хмеля и переработке его, которые требуются именно пивоварами, потребителями. Сейчас отмечают представители российского Минсельхоза. Именно Чувашская республика является ведущим производителем зеленого золота в стране. Утраченные плантации хмеля в муниципалитетах намерены постепенно восстановить. В федеральном ведомстве предусмотрели меры поддержки. Есть программа поддержки многолетних насаждений. Туда входит и хмель. Но конкретные программы по хмелеводству, она есть, планы большие. Для того, чтобы хотя бы процентов 80 мы все пивоваров обеспечили российским хмелем. Чтобы к Чувашии подключились и другие регионы нашей страны. Другим регионам отмечают представители Минсельхоза, рекомендуют и новые сорта хмеля. Выводить их намерены Чувашские аграрии. Об этом зашла речь на рабочей встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Руководители департаментов ставят задачу обеспечить переработчиков высокопродуктивным посадочным материалом. Здесь сохранилась большая коллекция, одна из самых крупных коллекций не только в России, но и в мире по хмелю, сорта хмеля. И отсюда, на научно-исследовательские институты, дальше пойдет посадочный материал, который необходим. И под планы развития хмелеводства они будут производить посадочный материал. Это тоже очень важно. И они тоже смогут заработать деньги для развития науки. Все идет по плану. В перспективе отмечают представители Минсельхоза Чувашская республика. Станет центральным хмелеводческим регионом страны. Медрик Валев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Сегодня состоялась вторая сессия Государственного совета Чувашия 6-го созыва. Депутаты внесли в повестку дня около 30 вопросов. Большинство законопроектов, которые рассмотрели парламентарии, предусматривают внесение изменений в действующие законодательные акты. Один из таких – проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Для иностранцев, работающих по найму, для которых не требуется получение визы, будут установлены особенности исчисления налога на доходы физических лиц. Кроме того, депутату утвердили изменения в законодорожном фонде. Новшество касается увеличения или уменьшения его размера в зависимости от разницы фактически поступивших и прогнозировавшихся поступлений. В первом и втором чтении принят закон о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Предыдущий порядок предоставлений и расходования средств предполагается признать утратившим силу. Вместо него, в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, разработан новый проект постановления Кабинета министров. Средства на поддержку молодых семей включаются в состав подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы». Депутаты также внесли изменения в состав некоторых комитетов Государственного совета. И два важных события прошли сегодня в Чувашской государственной сельхозакадемии. Старейший вуз республики отмечает свое 85-летие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном открытии международной научно-практической конференции «Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры села». Ее открытие совпало с презентацией нового учебного класса для занятий по машинному оборудованию в растеневодстве. Ни для кого не секрет, что прежде чем выйти на работу с сельскохозяйственной техникой в поля, необходимо в полной мере освоить теоретические навыки на студенческой скамье. Поэтому так важны для обучения наличие современных оборудованных по последнему слову техники классов. Один из них для занятий по машинному оборудованию в растеневодстве появился на днях. Я вижу, что сейчас уровень технического оснащения очень достойный. Это на самом деле результат большой многолетней работы. Обязательно надо пройти практику. Обязательно. Если вы не пройдете практику, у вас по жизни могут быть шатания. Обеспечить продовольственную безопасность такую задачу поставил перед аграриями страны президент России. Использование в работе современной техники, высоких технологий – основа динамичного развития сельского хозяйства. Хочу выразить славу благодарности, прежде всего, преподавателям с большой буквы за то, что они за эти 85 лет обучили многих достойных, трудолюбивых, способных предпринимателей. Эти люди достойные, которые сегодня ведут сельскохозяйственное производство эффективно. Селяне Российской Федерации способны накормить страну и практически накормили. В этом году Россия выходит на рекордный урожай зерна. Собрано более 115 миллионов тонн. К 2030 году перед аграриями поставлена задача выйти на 150 миллионов тонн зерна в год. Выращивать такой урожай придется, видимо, уже нынешним студентам. Уважаемые участники международной конференции в одном из ведущих аграрных вузов нашей страны – Чувашской сельскохозяйственной академии. Во-первых, хотел бы поприветствовать вас всех от имени министра сельскохозяйства Российской Федерации. И получив здесь достаточно хороших знаний, основы в вузе научных, первых своих исследований на кафедрах, конечно, дальше продвигать науку невозможно. Сельское хозяйство России сегодня на подъеме, отметили участники конференции. Темп прироста в 2016 году составил 3,6%. Лучшим аграрием республики сегодня были вручены государственные награды. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Марина Кадилова официально стала руководителем государственной службы Чувашей по конкурентной политике и тарифам. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о ее назначении. Во время официальной встречи Марина Кадилова рассказала о работе над исполнением бюджета 2016 года и над прогнозом тарифов на будущее. Также была затронута тема торгов по государственным и муниципальным заказам. Мы разместили более 3025 заявок. Это более чем 4 миллиарда 24 миллиона рублей. Эффективность от торгов получилась порядка 9,3%. Что даже больше, чем в прошлом году. В прошлом году данный показатель был 8% за аналогичный период. По стоимости сумма размещенных заказов оказалась на 7,5% меньше. Но по количественному составу на 4% больше. Предполагаем закрыть все заявки по планам графиков. Здесь, конечно, нужно работать совместно с заказчиками, потому что технические задания не всегда готовятся качественно. Глава Чуваши обозначил задачи по качественному отбору участников госзакупок, чтобы на торги попадали только надежные предприятия. На ранней стадии, принимая превентивные меры, мы начинаем обеспечивать чистоты, публичность, прозрачность проведения этих торгов. Это очень важно. 42 школьника Чуваши в этом году стали призерами всероссийских школьных олимпиад. Поэтому показателю республика заняла седьмое место среди регионов страны. Учреждениям образования эти результаты позволили попасть в топ-500 лучших школ. Наличие победителей олимпиад – один из основных критериев рейтинга. Напомню, в этом списке 8 школ из нашей республики. Еще 9 – в перечне лучших сельских школ. В одной из них в Урнавской школе номер 2 побывала наша съемочная группа. Никаких документов посылать на конкурс не надо. Министерство образования в течение учебного года проводит мониторинг всех школ. В этом году оценивали работу 36 тысяч образовательных учреждений. Специально работать для попадания в этот рейтинг, я думаю, невозможно, потому что критерии, они меняются, зачастую мы о них не знаем, они разносторонние. Мы просто работаем ежедневно и качественно выполняем свою работу. Сегодня невозможно провести урок с одним учебником, считают учителя этой школы. Дополнительное оборудование, интерактивная доска, тематические квесты, так называемые живые уроки – все это позволяет повысить интерес к предмету. А это главная задача педагога. Я бы не сказала, что репетитор – это главный фактор для победы на Олимпиадах. Самый главный фактор – это интерес. Интерес к наукам, интерес к чуду новому. Мне кажется, чтобы победить на Олимпиаде, нужно просто стараться, просто интересоваться чем-то новым. В прошлом учебном году Настя заняла второе место на Республиканской Олимпиаде по чувашскому языку. В этом году настроена на победу. Впрочем, такие же амбициозные планы ставят перед собой и учителя. Я пришла работать в эту школу после 10-летнего перерыва. И мне нужно было доказать, что я не утратила свои способности как учителя. Поэтому взяла пятый класс и молча работала в течение 10 лет с ребятами. И вот они задания получали. Они бегали в магазины, в гастрономы, смотрели, правильно ли написаны слова. Результат налицо. Уже несколько лет ученики Елены Горбуновой занимают призовые места на Республиканских Олимпиадах по русскому языку. И здесь не обойтись без дополнительных занятий в кружках и секциях. Вова Никифоров и Саша Сапожников 6 часов в неделю проводят в кружке робототехники. Было бы время, приходили бы каждый день. Это Манти, робот-богомол. Он радостно идет, когда видит перед собой препятствие, кто обижается и уходит. Это робот очень хороший получился. Мы ездили на соревнования в Чуваксаро. Заняли 5 место из 60 прецедентов. В ближайшее время школьных конструкторов, лабораторного оборудования и спортинвентаря в школе станет еще больше. На развитие материально-технической базы направят премию, выделенную из бюджета Республики. Указ о стимулировании школ, вошедших в топ-500 и топ-200, на днях подписал глава Чуваша Михаил Игнатьев. Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. Ровно два года назад, в октябре 2014 года, дом номер 9 на улице Петрова в Чуваксарах признали непригодным для проживания. Один подъезд в нем треснул от фундамента до крыши. Жильцов переселили в маневренный фонд, и сейчас они ждут новых квартир взамен утраченных. Старый дом разобрали, на его месте строят новый. Каким он будет, интересовались многие горожане, которые дозвонились на прямую линию в столичную администрацию на прошлой неделе. Сегодня журналистам рассказали, что происходит на стройплощадке. Главное условие договора с жильцами бывшего дома после завершения строительства нового, они без оплаты получают в собственность жилые помещения площадью не менее ранее принадлежавших им квартир. За приобретение помещения большей площадью, чем ранее, производится доплата. Всего 368 квартир, из них 62 двухкомнатные, 112, будем говорить, малогабаритные, остальные простые однокомнатные квартиры. Около 160 квартир передается жильцам, которые раньше проживали в этом доме. Это безвозмездно передается 3,5 тысячи квадратных метров. Вот остальное коммерческая часть, за счет чего, в общем-то, и ведется строительство дома. Дом будет 18-этажным, из которых 16, жилых, один технический, один парковка на 58 машин. Монолитно-каркасное здание с облицовкой из кирпича, по мнению подрядчика, должно получиться очень красивым. Работы на объекте ведутся полным ходом, однако отставание от графика есть. Вызвано оно тем, что до начала строительства пришлось переносить очень много подземных коммуникаций. Сейчас стройка началась, вышли уже населенные этажи, это, естественно, будет ускоряться. И отставание графика, которое было изначально зимой, я думаю, что до конца года оно будет отработано и выйдет график строительства. Обещают, что старые жильцы смогут вернуться в новые квартиры в третьем квартале 2017 года. Где в Чебоксарах можно от души попариться? Какие услуги предлагают муниципальные бани и чем полезна сауна с влажным паром? Ответы в программе об этом подробнее в эфире национального телевидения Чуваши в 20.45, а чуть ранее в 20.30, сразу после коммерческой информации и погоды, смотрите программу местное самоуправление. В программе об изменениях в составе городского собрания депутатов в готовности к зиме и модернизации транспортной системы Чебоксар. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok